дорогие друзья всем привет добро пожаловать на мой канал это будет третье видео сегодня мы здесь собрались с моей подругой Айкой которая меня сегодня хочет спросить мне очень интересно как у МИДа уехала в Америку собрала все нужные документы переехала полностью на 5 месяцев проживала там что и где как она питалась сколько стоит проживание и как много вопросов впечатления и и конечно же ощущения от проживания в Америке на самом деле очень интересные вопросы и готова на всех них ответить с честностью вот надеюсь получится очень интересное видео слушаю так начнем с самого простого для меня как и для многих людей барьером наверное является то что как это все оформить как и где что для этого нужно во-первых я всегда говорю что гугл в помощь гугл это величайшая вещь которая помогает во всех аспектах нашей жизни и все можно загуглить все необходимые документы в зависимости от того какая у тебя виза с какой целью ты едешь туда в любую страну все там высвечивается туристическая виза что какие документы у меня была во-первых не туристическая виза виза а была студенческая виза она называется j1 туристическая называется B1 кажется если мне не изменяет память и для них нужен разный пакет документов для студенческой нужно во-первых оплата квитанции госпошлины для для получения визы заграничный паспорт нужные документы от твоего универа или за может получить любой студент любого вуза любой студент если он получается занимается какой-то исследовательской деятельностью или едет учиться или образовательная программа которая вот предоставляет эту эту визу то есть сургуте где-то училась где-то получила я учусь в сургут сургутский государственный университет я учусь научном отделении на тот момент я училась на четвертом курсе и я воспользовалась программой пока не буду озвучивать какую потому что в этом выходе выйдет скоро надеюсь моя книга я пишу ее книга это первое обвинение об этом поэтому я так долго не выпускала видео так получается все документы которые вам нужны для любой визы вы можете найти на сайте usdocs это получаются документы необходимые для визы если коротко так в каком городе ты это получала я получала визу в городе владивосток мой любимый владивосток объясню почему я туда поехала потому что я изначально планировал получать визу в городе екатеринбург но мой менеджер который меня оформлял на программу он сказал что в екатеринбурге очень большой процент отказов я у меня оставалось два община это общем это вариант и куда это была москва и владивосток в москве не было мест оставался только владивосток и благо мне очень повезло были дешевые билеты вот поэтому приехала владивосток то есть выбор есть это либо в россии владивосток екатеринбург и москва да для получения визы в америку раньше еще был питер сейчас не знаю работы нет ну вот ты прилетела где-то устроилась где жила я сбронировала отель в центре я честно не помню как он называется но он был возле отеля азимут это прям возле набережной если кто был в владивостоке или планируете то это самый центр обязательно а в америке в америке я жила сперва в нью-йорке потом я жила в нью-джерси в штате нью-джерси городе монахокин это не даже не город так как это как например федоровку если будто нью-джерси примерно но по по длине по расстоянию это немножко дольше от нью-йорка дольше да так чем там занималась я жила учила язык и даже немного работала работала да я работала по листа входило в программу обмена или из непосредственно с универа тебе нашли нет ни в коем случае самостоятельно универ не имеет никакого отношения к этой поездке и разве что он только имеет в том плане что я являлась студентка очного факультета что является обязательным условием для участия в этой программе вот всю программу я искала самостоятельно самостоятельно оформлялась и делала абсолютно все самостоятельно куда ты выезжала что посетила насколько это было затратно по времени и финансам сша да а в сша я попала в пяти штатах это штат нью-йорк сам город нью-йорк была в городе филадельфия но много Laden я не было много где я была только в китайском районе но она очень красивая и там очень вкусная balanced пропорция 조만и使用anl он филадельфии нет но а может быть есть я не знаю он но в нью-йорке есть русский район и он очень крутой там очень много русскоязычных людей вообще когда я первый день было нью-йорке и пиздец решила русскую речь и я думала что они вообще уехала из России или я еще в Москве. Но мне показалось, что русскоязычные люди в Америке не все приветливые. Но были и приветливые, конечно же, но большинство именно туристов они очень не приветливые. Я помню, ты рассказывала историю про... ну скажи про пару русскоязычных. А, в день рождения, да. Я в день рождения летала над Нью-Йорком на вертолете. Это было самое офигенное зрелище за всю мою жизнь, и это было просто супер. И я познакомилась парой, со мной летала пара из Ростова на Дону, они были туристами, очень приятные люди. Мы друг друга пофоткали, делали крутые фоточки. Вот это самое главное. Это было очень важно найти человека, который будет тебя фоткать, да. Вообще, это прям... Когда ты один путешествуешь, очень сложно делать хорошие фоточки, потому что хочется показать в Инстаграм и так далее. Фоткают не все удачные. Так, что еще? Я была в... Так, получается, я была в Филадельфии, Нью-Йорк. Потом я была в Сент-Луисе. Это штат Миссури и штат Ли-Нойс. Это, кстати, город... Один город расположен на два штата. То есть южная часть находится в штате Миссури. Как они разделены? Они разделены рекой Миссисипи. А, река. Они разделены рекой Миссисипи. И южная сторона города находится в Сент-Луисе. Сент-Луисе находится в Миссури, а северная часть находится в штате Иллинойс. И это просто... И такое явление впервые в моей жизни. Я была очень шокирована этим фактом. Вот. Еще в Америке есть такая особенность, что все города, которые находятся на юге, они более благополучные, нежели города, которые более северные. И это иногда как бы наоборот. Но... То есть вот эти две части... Иногда где-то это прям супер хороший район, а иногда это тот район, куда лучше не стоит соваться, потому что это очень-очень небезопасно для твоей жизни. А как ты определялась, стоит ли туда дальше идти или нет? Я была, получается, в Сент-Луисе с человеком, кто очень хорошо знает этот город. Он меня возил на машине. То есть мы ездили все на машине, и это было супер безопасно. Но даже если из машины, все равно ты видишь, как все это отличается. И это прям такое... Слава Богу, что я на машине. Насколько необходимо знание языка? То есть может ли человек, не знающий в совершенстве, то есть как-то проживать и справиться с Google-переводчиком? Если цель поездки это туризм, то абсолютно может, потому что очень много русскоязычных людей тех же самых, кто живет на протяжении 20-30 лет в США, и они не владеют английским языком или других национальностей. У нас знакомый знакомых. Он живет с начала 80-х годов. Он словак, но до сих пор не говорит ни слова по-английски. Это просто человек не хочет. Но он прекрасно живет в Америке. Поэтому, если вы даже не знаете английский, но я думаю, что хотя бы самый минимум вы должны знать, особенно для того, чтобы сориентироваться в метро. Потому что метро – это тяжело. Но мы с Вирой как-то быстро все освоили, и мы даже прозвали себя богами Нью-Йоркского метро. Вау! Потому что мы ни разу не заблудились. Мы просто один раз сели не в ту сторону. То есть нам надо было в одну, а мы сели в противоположную. Блин, мне даже в Москве бывает сложно сориентироваться. Вот. А вы молодцы. Спасибо. Есть еще вопросы? Нет. Пожалуй, на этом все. Надеюсь, вам это мини-интервью было интересным. Если у вас остались какие-то еще вопросы, обязательно дайте нам знать, и мы снимем новое видео. А следующее видео выйдет в формате таком же, только там я буду интервьюировать Айку про парашютный спорт, что очень-очень близок мне, но я никогда не осмелилась себе попробовать это. Ну что, спасибо за просмотр! До новых встреч! Не забывайте ставить глаз! Как говорят все ютуберы всего мира! И обязательно подписывайтесь! Пока! Пока!